Алые гвоздики, поздравительные открытки от внуков и правнуков. Теплые слова поздравления, признательности от руководства шахты и учащихся в 18-й гимназии. С каждым годом тех, кто прошел фронтовыми дорогами и тех, кто ковал победу в тылу, становится все меньше. Оттого блеск орденов в этот день дороже всех драгоценностей на свете. Пока они живы, праздник победы не просто красный день календаря. Я на протяжении всей жизни, видя фильмы, читая эти стихи, понял одно, что благодаря вам, железным людям, которые были на передовой и в тылу, мы сохранили и имеем то, что сейчас имеем. Вот низкий вам поклон и живите как можно дольше, оставайтесь такими здоровыми. Счастья вам и здоровья. 17 лет, 44 килограмма весом, метр 52 ростом, и мы солдаты, представляете? На фронт Александра Прокопьевича Щуулов был признан в 1945-м, а с начала войны у токарного станка заменила отца, ушедшего на фронт. В составе 5-й краснознаменно-общевойсковой армии в апреле 1945-го был переброшен на Дальний Восток. Везли на Восток. Станция Шилка. Утром, кто плачет, кто смеется, в заводишке гулят маленькая. Ну это Амур, это где. А мы не знаем, что. Потом подъезжают, кричат. Война кончилась. Поздравляя ветеранов с наступающим праздником на торжественном вечере, не забыли и о тружениках тыла. Тех, кто отдавал для фронта, последние и до конца верил в победу. У нас 144 ветерана, участника войны и труженика тыла. Кто смог прийти, мы всех обзвонили, всех предупредили. Люди, которые смогли прийти, которые вообще еще хотят посмотреть, как здесь шахта существует, все пришли. А кого, кто не смог, мы всех посетили, всех поздравили. Мы это делали в течение недели. То есть все, никто не был забыт. Все они разные, но объединяет их одно. Любовь к родине и способность на поступок. После искренних слов разговор о самом сокровенном продолжила музыка. Та самая музыка войны и победы, которая живет в сердце каждого ветерана. Кстати, 9 мая Александр Прокопьевич Ащулов встретится со своими однополчанами в Анапе. Уже несколько лет они собираются все вместе в День Победы. Уже традиционно в мае компания «Соя Кузбасс» организует специальный ветеранский заезд в санаторий-профилакторий Полысайевский. На три недели к услугам 100 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, пенсионеров, комфортабельные номера, современные лечебные оборудования, кабинеты фитотерапии, целебно-грязевые ванны, бассейн и, конечно же, консультации опытных врачей.